Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами, как видите, тут часть уже всего виднеет. За то, что я хочу вам рассказать, сегодня, как вы понимаете, название у нас будут видео с покупками. Покупок за последнее время было много. Как вы знаете, я была недавно в Стокгольме, и после этого я в Киеве решила себе устроить такой реальный, живой шопинг в магазине. Поэтому, собственно, все покупки будут таким собирательным элементом из того, что я вам не успела показать в поездке во влоге из Стокгольма, и того, что я уже успела приобрести здесь, в Киеве, в Пассаже. Это отдельная такая территория в Киеве, в которой есть люксового сегмента, среднего и чаще всего люксового сегмента водяки. Поэтому, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Так, с чего начнем? Давайте по хронологическому порядку. Начнем с того, что я приобрела в Стокгольме. Почему-то постоянно хочу сказать Амстердам, но это был Стокгольм, 100%. Вы знаете, у меня была поездка с брендом H&M. А, кстати, расслабьтесь, возьмите чашечку чая. Это не обучающее видео. Это видео в очень таком медленном, релаксе характере. Небольшой дисклеймер. Тем, кому неинтересен люксовый сегмент, те, кто считает, что люкс – это выброс денег на ветер и так далее и тому подобное, вам это видео, скорее всего, будет неинтересно. Тут будет немножко масс-маркета, даже средний ценовый сегмент и люкс. Поэтому, если вы, в принципе, считаете, что это ужасно тратить деньги на люкс, просто не тратите свое время, посмотрите какое-нибудь другое видео на моем канале. У меня их очень много. Для тех же, кто интересуется. Значит, как была в Стокгольме? Во-первых, это абсолютно замечательная была поездка. Я уже рассказывала свои впечатления. К сожалению, очень многих моментов нельзя было снимать. То есть, очень многие моменты были за кадром. Самые интересные точки в трендинговом отделе, в отделе, где вы видите уже предсказания по трендам на 2020 год. Вы видите материалы, которые используют H&M. Вы видите вещи, которые используют H&M. Паттерны, силуэты. Вы видите даже таких, как бы, как образец фигур, что ли, которые, на которые шьет H&M. То есть, там так много интересных информаций, которые я понимаю, по какой причине конфиденциальны. Поэтому тут было абсолютно очевидным сделать это, как бы, закрытым таким мероприятием. И это не освещает. Но для нас, для меня, это человека, который освещал эту поездку для влога, который решил это делать и правильно взял в сториз и фотографии, для меня было очень важно, естественно, рассказать максимум того, что было. И, конечно же, это вышло слегка обрезанно, потому что основные материалы, которые нам давали, его невозможно было показать, к сожалению. Хорошо, что зато была возможность показать, например, встречу со CEO-бренда. Там сначала была небольшая путаница, потому что имя CEO-бренда Карл Йохан Питерсон, по-моему, появилась сразу же, когда выступал еще предыдущий наш оратор, а на самом деле девушка, которая занимается отделом consciousness, то есть сознательности бренда H&M. Поэтому там появилась надпись сразу, как только она вступила. Надпись должна была появиться чуть позже, ничего страшного. Вот. Ну, в общем, поездка была абсолютно замечательная. И многие, вот я видела, что писали, ой-ой-ой, как ты там только Acne покупала, не H&M? Конечно же, я покупала H&M, просто H&M у нас на самый последний день был визит, собственно, вот в этот flagship store. В этот абсолютно, даже не flagship, такой необычный, концептуальный, экспериментальный магазин, который я показывала. И там было несколько вещей, которые я приобрела. Плюс в течение последнего того же дня мы были в предыдущем магазине, в котором мы могли совершить покупки. И получается, что все покупки в H&M, естественно, я сохраняла на последние дни, потому что я знала заранее, что у нас будет такая поездка. Плюс H&M были очень замечательными, они всем участникам нашего пресс-тура подарили 25% скидки на все покупки в течение нашего пребывания в Стокгольме. Это было замечательно, потому что я кучу всего еще и для Кости купила, но просто все это я Косте уже подарила. Я же не буду его просить, отдай мне вещи, я тебе привезу. И причем для Кости я покупала некоторые вещи еще и в КОС, которые я просто обожаю. Это тот же сегмент H&M Group, это та же, как бы, компания, просто КОС это чуть выше ценовой сегмент и качество вещей другое. Так вот, возвращаясь к реальным покупкам. 150 минут уже проговорила. Возвращаясь к реальным покупкам, первое, о чем я хочу поговорить, во-первых, это свитера. В Стокгольме было прохладно. И, ну, это особенность такая погоды. В, как бы, Швеции ты не знаешь, что будет тебя ждать каждую следующую секунду. Сюда с тобой нужно носить 150 различных одежек и еще и какой-то зонт. Вот, и, естественно, такая погода вдохновляет немного на покупку осенних или более теплых вещей. И они мне, в любом случае, были нужны. Для последующих поездок у меня вскоре, ну, не совсем вскоре, где-то там аж в ноябре будет поездка в Исландию. Плюс осенний период тоже не за горами, о нем нужно думать, обновлять гардероб, если есть что обновить. И мне хотелось добавить, причем сознательно, я решила для себя чуть больше каких-то интересных свитеров, менее базовых и более интересных. Для того, чтобы составлять какие-то интересные образы и капсула была более играющей. И, собственно, первый из свитеров, который я увидела, это свитер тоже H&M. Он, кстати, был куплен действительно вот в этом вот экспериментальном H&M. Это вот такой полупрозрачный, абсолютно волшебный. Он, кстати, был со скидкой. Прошу прощения, тут просто коробка виднеется. Надеюсь, это вам не сильно мешает. Он был со скидкой. Вот такой красный. Я постараюсь его показать на себе, если получится. И очень красиво под ним смотрится, на самом деле, черное белье или какое-то такое достаточно явное. У нас девушка, которая была представительницей, она руководитель региона, в котором сейчас находится и Украина по H&M. И вот она, собственно, была как раз в этом свитере. Я на ней его и заметила. Он замечательно на ней смотрелся. И вы могли ее видеть. Ее зовут Магда. Она такая красивенная блондинка. Я ее показывала, быть может, так, брифли немного во влоге. Так вот, на ней был этот свитер. Я просто его же встречаю в магазине. Естественно, я его приобрела, потому что он замечательный. Длина мне не очень нравится сама по себе длина, потому что она чуть ниже, где-то на середине бедра находится. Это странная длина для такого тонкого свитера. Поэтому я его однозначно буду во что-то заправлять. В юбки, в брюки, в джинсы и так далее и тому подобное. Его стоимость была 300 шведских крон. Что, честно говоря, мне очень тяжело в каких-либо расценках и переводе суммы. Поэтому я его купила в 34 размере и не пожалела. Но и так достаточно оверсайз. И 34 здесь просто идеальный. И планирую его носить, как я уже говорила, с чем-то таким осенним, с юбками, с джинсами заправлять. Поверх еще можно более плотный такой, не совсем тонкий, но более плотный какой-то жакет надевать. Будет замечательно смотреться. Следующий момент. Опять свитер. И свитер мятный. Причем замечательный. Это кашемир. Если предыдущий у нас материал, по-моему, это махер. Если я не ошибаюсь, давайте я вам посмотрю и скажу сразу. Ага, шерсть и полиамид. 36% шерсти. Это хорошо. То есть он не слишком жаркий и в нем будет очень комфортно. И он такой многословниц поддерживает. Следующий это уже 100% кашемир. И вы видите, что плотность ткани совершенно другая. И я не знаю, к сожалению, вам, наверное, не видно текстура. Но текстура у него тоже другая. Очень приятный кашемир. У меня много вещей о кашемирах. Я знаю, как чувствуется хороший кашемир. Это хороший кашемир. Очень красивый цвет. Мы проходили в этом экспериментальном магазине. И я, значит, прогуливалась, увидела этот цвет. Просто заприметила себя. Потом мы уже стоим, ждем всех остальных. И девочки, которые хотели что-то приобрести, приобретают. А я решила как бы воздержаться. И обдумываю все равно, где-то on the back of my mind, что мне там понравилось. Вижу Ульяну Бойко. Ульяна Бойко это главный редактор для Фесель Украина. Кстати, это журнал, в котором я теперь колумнист. У меня сейчас выйдет вторая статья, буквально уже на днях, в журнале Le Fisiel. Вот. И, значит, и Ульяна стоит с этим свитером. И я такая, Ульяна, прости. Я пошла его тоже взяла, потому что он безумно классный. И когда я увидела его на ней, точнее не на ней, а в руках, рядом с ее красивенными волосами, она брюнетка, я сразу как бы поняла, что это good match. Убедилась, что это все класс. И обязательно его приобрела. Очень классный. Скидки на него не было. Он стал 899 шведских крон. Я взяла его в размере XS. В первую очередь, потому что мне не хотелось, чтобы он был слишком большой вверху. А XS это как раз очень нормальный для свитера размер для меня. И он идеально будет сочетаться с юбками, с джинсами. Он слегка укороченный. Точнее, он заканчивается точно в точке, в которой могут начинаться джинсы на завышенной талии. Поэтому это просто идеально. Очень понравился. И я уверена, что я его обязательно буду носить. То есть, видите, я цвет добавляю. Не то, чтобы добавляю сумасшедшие принты, но я уже добавляю цвет. Следующий свитер. Это тоже свитер H&M. Причем, более того, это свитер вот такого формата. Сейчас постараюсь показать. Отдельно будет, естественно, кат-аут. Как он выглядит. Это свитер вот такого формата. Это достаточно мелкая вязка. Очень похожа на какую-то морскую вязку. Сейчас вам скажу состав. Здесь 96% хлопка и 4% полиамида. И чувствуется вот этот хлопок. Он достаточно дышащий материал. Не слишком жаркий. Стоил 599 шведских крон. Я купила его в размере XS. И он и так достаточно оверсайз. Что интересного этого свитера. Здесь, я не знаю, видно вам или нет. Есть такой кремовый off-white белый цвет. Дальше у нас есть черный и даже не совсем черный, да. Такой глубокий, очень глубокий синий, близкий к черным. Дальше есть такой насыщенный синий. И внизу есть вышивка Paris 9M. Это на самом деле этот свитер и эти изделия там был в этом концептуальном магазине. Всего несколько изделий, которые эксклюзивны для парижского нового магазина H&M, который находится в галерии Lafayette. И вот этого концептуального магазина. То есть эти вещи можно было бы приобрести только в этих двух магазинах. Либо в Париже, либо в Стокгольме. И вещи были абсолютно замечательные, очень классные. Меня покорил этот свитер. Мне нравится, что здесь есть разрезы по бокам. Это хороший прием, когда есть какая-то часть, допустим, джинсов, которая виднеется под свитером. И это позволяет свитеру не столь делить фигуру, а как бы быть проложением общего образа. Мне нравится его длина. Он заканчивается как раз на такой оверсайз. Опущенная линия плеча, и он заканчивается где-то на середине бедра, даже чуть ниже. Очень хороший свитер. Комфортный, никаких к нему вопросов нет. Замечательный. Вышивка очень такая легкая, минималистичная. Ничего лишнего. Мне безумно понравился. И очень вам рекомендую, если будете где-то в Париже или в Стокгольме, зайти, в принципе, посмотреть на этот магазин. Это то, что касается H&M. Давайте я сюда это переложу. Ну, теперь, по H&M мы закончили. Теперь у нас следующий, единственный элемент одежды, который был куплен в магазине Филиппа Кэй. Я о нем уже рассказывала. Мне кажется, что в видео было плохо видно просто этот жакет. Абсолютно замечательный жакет. Удлиненный, серый, в такую крапинку. Свободный, при этом достаточно структурированный. Видите, если я его держу здесь, плечи остаются на месте. Это один из признаков структурированности. То есть плечи не опадают вот так, вот как, например, опадали бы у жакета, который на самом деле кардиган просто тряпичный, из Zara. Очень плотная, хорошая посадка. Я его купила, чтобы вы понимали, специально, чтобы это был очень классный оверсайз в размере мидим. То есть в М-ке. И он такой большой, хороший, прекрасно при этом сидит по плечам, но длина чуть больше, объем чуть больше. За счет этого структурность и, наверное, даже архитектурность образа повышается, что мне безумно нравится. Жакет замечательный. И, как вы знаете, это моя слабость. Это один из моих любимых элементов гардероба. Поэтому жакет не купить в Стокгольме я не могла. Теперь давайте переходить. Это все, что касается Стокгольма. Все остальное я показывала уже в видео, поэтому не хочу дублировать. Я показывала, что я покупала в Экне. Я купила, кстати, в Экне вот это платье, вы его видели. Я купила в Экне куртку, вы ее тоже видели. Я купила в Экне такие бабуши черные. Вы их тоже видели, которые легко превращаются в мюли, потому что задник у них очень мягкий. Многие так их и носят. Но, в общем и целом, теперь давайте перейдем к тому, что было куплено в Киеве. Первое из того, что было куплено, находилось ранее в этом пакете. Я даже сейчас его, вы увидели меня. Я все эти пакеты сейчас везла. Значит, это было в этом пакете. Это брендлю Витон. Это три украшения, которые я купила буквально пару дней назад в магазине Льюи Витон в Киеве, в Пассаже. И они сейчас все на мне, поэтому, в принципе, я могу вам показать, кроме единственного кольца, которое, к сожалению, не взяла с собой, но оно очень похоже на браслет. И если я найду картинку, я постараюсь показать, как оно выглядит в живую. Все это идет абсолютно замечательно. В вот таком пакете. У каждого украшения, например, вот это была коробка для браслета, которая на мне. И вот такие коробочки были аккуратные, с пыльничками внутри для колец. Я купила два кольца и один браслет. И кольцо выглядит следующим образом. Я отдельно еще покажу кат-аут. Браслет выглядит вот так. И я его ношу сейчас вместе со своими часами Кортье. Это безумно прекрасное сочетание. Безусловно, данный браслет сразу отсылает вас ко всем, возможно, достаточно известным браслетам. Я когда-то думала о браслете Кортье. Вы знаете однозначно браслет. Но фишка в том, что я не люблю ощущения того, что по мне что-то, знаете, как перекатывается. То есть, когда браслет не четко сидит на руке, а он спадает на запястье, это очень дискомфортное для меня ощущение. Мне важно, чтобы все сидело хорошо, без лишнего дискомфорта. Поэтому, когда я увидела этот браслет, во-первых, я влюбилась в выгравированную монограмму на нем. В деталь серебряную на нем же, которая как раз мечется с часами. Замечательно смотрится, но даже если бы ее не было, я бы все равно его приобрела. Дальше посадка и форма его очень уникальна. Потому что здесь он слегка приплюснут, то есть он полностью садится по руке. А здесь более округлый, и он вообще не двигается на руке. Как видите, я могу опустить, могу поднять, и ничего, в принципе, с браслетом не происходит. Абсолютно замечательный аксессуар. И точно такое же я купила маленькое кольцо. Я постараюсь, если найду онлайн его изображение, но вы себе сможете представить. Очень простое, аккуратное, ничего лишнего, с такой же гравировкой, с такой же вот такой кнопочкой. А любитон, который отличается по цвету самого металла. Это все, что я купила в любитон, я безумно рада. Нынешняя коллекция любитон меня пока не очень впечатлила. То есть того, что мне бы очень хотелось, пока нет. Поэтому я изначально заходила за такими более классическими, универсальными украшениями на смену моим таким необработанным в бохо стиле. Мне захотелось чего-то такого сдержанного, что как раз идеально для меня было бы носить с такими, например, платьями, как это платье Акни. И я, собственно, это нашла. Это то, что я купила в любитон. Следующая покупка, и тут у нас уже будет реальная распаковка. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях внизу. У меня есть ощущение, что это видео длится уже 150 часов. Напишите, как вам вообще такая длительность самого видео с покупками. Вам дольше, меньше, whatever, напишите ваше мнение. Следующая покупка у нас теперь уже распаковки будут, действительно. Это пакет Dior. Вместе с вами его откроем. Ага. Оп. Оп, тихо, тихо. Вот такая коробочка Dior. Открываем ее. Я без вас ничего сейчас не открывала. То есть я знаю, что внутри, потому что я это выбирала в магазине. Но запаковывали все. И после этого я не открывала. Коробочка выглядит следующим образом. Открываем. Упс. Здесь лого Christian Dior. Упаковка очень аккуратная. Такое саше. Есть специальные всегда подушечки. Например, если это украшение, есть специальные всегда подушки, которые помогают украшению аккуратно лежать и презентабельно достаточно. Это такой пыльник специальный для украшения, очень симпатичный. Это информация об уходе стандартной. Вы знаете, что это те украшения, которые не нужно мочить, вплавать в них, whatever, whatever, мазать их чем-то. И вот так... Это мой страшный сон. Украшение, которое запутывается... Вот так выглядит украшение, я покажу его еще отдельно. Вот так выглядит украшение Christian Dior, которое я приобрела буквально день назад. Это необработанный, натуральный жемчуг, но искусственно выращенный, с золотой фурнитурой, с золотыми деталями, с лого Christian Dior и в том числе со стрекозой такой здесь. Точнее, это у нас оса, а кто это у нас, напомните мне. Дальше у нас есть звезда и много других каких-то элементов. Очень красивое сочетание. Я, в принципе, искала украшение с необработанным жемчугом достаточно давно. И в Стокгольме наткнулась на одно, которое было в стиле, но мне не очень понравилась обработка. Мне не очень понравилась такая излишняя грубость изделий лично для меня, поэтому я его не приобрела. А вот это просто идеально. Это подвеска, она вот здесь будет висеть. То есть, естественно, я ее чаще всего не буду ни с чем больше сочетать. Она достаточно самодостаточная. Абсолютно замечательная. Мне безумно нравится. Я невероятно счастлива этой покупкой. Планирую сочетать в том числе, чтобы вы понимали, не только весной и летом, а и, например, зимой. С вот такими, какими-то, сейчас я вам покажу сочетание, которое я себе в голове придумала. Сейчас, кстати, не пробовала. Вот с вот такими свитерами. То есть, поверх свитера с какой-то майкой, которая выглядывает из-под него или с шелковой какой-то. Это абсолютно замечательное сочетание. Поэтому данное украшение вне времени, вне сезона. И оно мне безумно нравится. А так, сейчас мы его аккуратненько положим. И следующая большая распаковка, это коробка, которая, наверное, вам уже мешала все время. Это коробка бренда Клоуи. И она полностью запакована. Сейчас мы с вами будем распаковывать. Это покупки, которые я совершила тоже вчера. У меня есть какая-то странная традиция, между прочим. Я не знаю, скажите, есть у вас вообще такое или нет? Значит, я, когда совершаю какие-то покупки, если они в коробках или красивых пакетах, я ставлю их где-то в прихожей, например, или просто где-то в доме. И какое-то время я могу день-два просто не открывать. Мне хочется насладиться ощущением от этой покупки по максимуму. И потом я ее открываю. Напишите, есть у вас такое или нет. Вот что у нас внутри. Здесь еще было такое специальное издание внутреннее Клоуи, которое абсолютно замечательно, как оказалось. Там есть история бренда, история креативных директоров и так далее и подобное. Поэтому очень классный, неожиданный презент. Дальше здесь внутри у нас есть что-то классное. Здесь есть коллекция Клоуи. Смотрите, здесь есть такой буклет. И причем по отдельности ты можешь смотреть различные аксессуары, вещи, такой небольшой лук-бук. Кстати, вот на этого я этого еще не видела. Я обязательно посмотрю. Дальше. Следующий. Следующий момент у нас это... Вот такой пакет. Прошу прощения, если у меня тут просто микрофон, чтобы у вас не глушилось лицо. Это пакет. Все свитером. Это свитер. Че, кто смотрит... Так шумно, так шумно. Это свитер. Если у меня смотрите или подписаны на меня в инстаграме, а если не подписаны, подписывайтесь, потому что там, собственно, большинство моих образов, точнее все мои образы, и то, чем я занимаюсь каждый день, получается в его сторис такие мини-блоги. И очень интересно. Поэтому искренне советую. У меня ник Green Tea No Sugar. Просто в инстаграме. Или можете найти просто Маргарита Мурадова. Так вот, вы уже видели, как я примеряла этот свитер, который на мне как свитер-платье. Мне это безумно нравится. И планирую носить прямыми брюками, джинсами, юбками струящимися. Мне очень-очень нравится это лого Клои. И этот свитер был, кстати, со скидкой. Сейчас есть достаточно немаленькие скидки в большинстве люксового сегмента. Просто, чтобы вы знали. И в том числе, кстати, на сайте Net-a-Porter есть скидки. И я знаю, что он есть на сайте Net-a-Porter. И я его обязательно заринкую внизу. Вот он у меня был. Я его обязательно покажу отдельно. Ах! Ах! Так шумно! Так шумно! И... Я ее не открывала с момента покупки, поэтому... Если вы меня смотрите в Инстаграме, вы уже знаете, что это здесь. Это... Я не мастер распаковок, поэтому вы понимаете, насколько... А-а-а! О-о-о! О-о-о! Боже! Безумно красивый, небесно-голубой, серовато-голубой, приглушенный, пастельно-голубой цвет в сочетании с приглушенной золотой фурнитурой. Это классическая сумка Bracelet Chloe. У нее есть еще и отдельное название. Обязательно его напишу. Она идет с ручкой, которую можно снимать. И если вы снимаете ручку, то у вас остается такой клатч, который вы можете носить вот таким образом. Можете носить вот так за ручку. Можете носить вот так на руке. И любой из этих вариантов просто прекрасен. Мне она безумно нравится. Что интересно, я проверяла, в нее помещается мой телефон и наполненный кошелек. Просто, чтобы вы знали объем. И позади есть еще такое отделение специальное. Например, вы можете туда карты свои положить при желании. Вот так она выглядит внутри. Кремовый приглушенный цвет. Отделение для тех же карт, для помады, всего чего угодно. Ничего лишнего. Просто прекрасная. Просто прекрасная. У меня нет никаких слов. Я считаю, что это абсолютно волшебная, уникальная сумка. Неудивительно, что данная модель столь популярна в бренде Chloe. Потому что она просто совершенная. Ее абсолютно комфортно можно носить на вот этой вот ручке. Фактически там на каждый день с обычными платьями, хоть с шортами и с футболкой. Ее можно носить и осенью, и зимой из-за того, что цвет такой. То есть это не какой-то красный, какой-то желтый, который явно летний цвет. И для меня желтый зимой не очень. Коинсайдится лично для меня. И в том числе из-за формы, которая абсолютно универсальна. Мне нравится фурнитура, мне нравится комбинация фурнитуры, мне нравится все, что находится в этой сумке. Невидительно, что называется браслет. Потому что, в принципе, с этой сумкой можно никаких больших аксессуаров не надевать. Потому что образ уже будет завершен благодаря вот этому абсолютно волшебному аксессуару. Вот так она выглядит. Я невероятно счастлива этой покупкой. Я думаю, что я ее возьму с собой в поездку, которая мне будет сейчас в ближайшее время. И, в принципе, в будущем буду ее брать с собой. Вот такие дела. Вот такие у меня покупки. Что? Ничего ли я не забыла? Важный момент. Вроде бы... Вроде бы все. Да, да. На сегодня это все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, какая из покупок вас больше всего впечатлила, что вам больше всего понравилось. Напишите свои пожелания по длительности видео с покупками подольше делать, больше покупок помещать или наоборот поменьше, или делить по сегментам, или по ценовым сегментам. Напишите мне очень интересно ваше мнение. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня. До свидания. До свидания. Пока. Пока.